Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Александр Пасечник. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. В поиске новых жанров, итоги Московского кинофестиваля. Форум «Золотой Витязь» 30 лет в борьбе за душу человека. Концерт «Симфония поэзии» объединил писателей и музыкантов. А теперь более подробно об этих новостях. Один из главных российских кинофорумов вновь представил лучшие новинки со всего мира. Конкурсная программа в этом году удивляла зрителей также документальным и короткометражным кино. В Театре России на торжественной церемонии открытия Московского фестиваля побывала и наша съемочная группа. Наперекор локдауну и пандемии старейший международный фестиваль вновь собрал ценителей искусства и кино. 13 лучших кинокартин будут бороться за первенство. Посмотрим, кто победит. На красной дорожке Московского международного кинофестиваля вновь встретились популярные актеры, режиссеры и другие представители отечественного кинематографа. Все гости здесь одеты в элегантные и изысканные наряды. Такой дресс-код – особая традиция ежегодного кинофестиваля. Программа этого года включает в себя короткометражное кино, документальные фильмы, а также основной конкурс, в котором участвуют 14 картин из разных стран мира. После пандемии Московский кинофестиваль стал первым масштабным светским мероприятием, которое состоялось в офлайн-режиме. 25 заполняемость, потом 50 заполняемость, но скоро будет 100. Мы надеемся, мы с этим живем. Мы для этого трудимся все. И в кино, и в моде, и вся страна. Мне хочется посмотреть русские фильмы, документальные фильмы. Дуров будет. И вот на открытии Бекмамбетова очень хочется посмотреть. То, что делают наши. Премьерный показ фильма «Девятаев». От Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова открыл творческую программу фестиваля. Примечательно, что эта кинолента основана на реальных событиях и рассказывает о жизни героя Советского Союза, летчики Михаиле Девятаеве. Своими воспоминаниями о съемках картины также поделился один из режиссеров. Мы впервые, наверное, в мире сняли фильм внутри компьютерной игры. Настоящие геймеры, виртуозы своего дела летали вместе с нами внутри игры. Я режиссировал и летал рядом с ними. Вы увидите фильм, это не похоже ни на что. У нас были построены все самолеты, мы летали в небе сами на самолетах, но само действие фантастическое, которое вы увидите в кино, оно произошло внутри игры, а потом уже дальше его дорабатывали. Традиционно на церемонии открытия фестиваля была вручена ежегодная премия за вклад в мировой кинематограф. Посмертной наградой был удостоен советский и российский актер театра и кинорежиссер Валентин Гафт. Президент кинофестиваля Никита Михалков передал приз вдове артиста Ольге Остроумовой. Знаете, чтобы снизить немножко пафос этого момента, что сделал бы Валя обязательно из скромности. Никто не подозревает, но он был очень скромный человек. Я прочту четыре строчки его, которые он написал Олегу Табакову. В одни побед, в часы признания, когда тебя возносят до небес, отдай все ордена, забудь прозвания, чтобы не пришлось платить за перевес. Спасибо еще раз. Удачи! Московский международный кинофестиваль – один из старейших кинофорумов в мире. Впервые он был проведен в 1935 году под руководством советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Сейчас жюри фестиваля ежегодно возглавляют крупнейшие кинематографисты мира, благодаря чему этот проект остается значимым событием в мире искусства. Народные артисты, музыканты и заслуженные деятели культуры провели творческий вечер в рамках фестиваля «Симфония поэзии без границ» при поддержке Женской ассамблеи Сенаторского клуба Совета Федерации России. На сцене Центрального дома работника искусств звучали народные произведения и лауреатов проекта. Песни для души оценила моя коллега Полина Прокопенко. Международный фестиваль «Симфония поэзии без границ» объединяет писателей, поэтов, музыкантов и композиторов из разных стран мира. Вместе они работают над созданием новых песен для большой сцены. Коллективы из России и стран зарубежья также обмениваются опытом, знаниями и передают традиции русскоязычных народов. Все участники фестиваля отправляют на конкурс авторские произведения. Лучшие из них отбирают члены жюри, а после передают композиторам для создания музыкальных произведений. Лучшие из песен профессиональные артисты и певцы исполняют на итоговом галоконцерте. Жюри фестиваля представляют заслуженные работники искусства и культуры, поэты, композиторы, а также общественные деятели. Возглавляет симфонию поэзии Марина Бурлакова, президент проекта, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, член Союза писателей России, а также член Евразийского Союза композиторов. Именно по ее инициативе удалось создать этот уникальный проект. Я очень счастлива, что сегодня наш первый галоконцерт нашего фестиваля «Симфония поэзии без границ» именно начинает и стартует в этом зале. Потому что мы тоже объединили творческие души. Мы объединили творческие души не только наших соратников по родине, но и многие страны, и даже континенты. Среди исполнителей, которые принимают участие в галоконцерте, также довольно много тех артистов, которые только начинают свой творческий путь. Для них сотрудничество и общение с авторами фестиваля – особая возможность не только заявить о себе, но также попробовать новые жанры и музыкальные стили. Творчество – это все, как для любого музыканта. Наверное, это воздух, это вода, это еда. И все самое наилучшее. То есть это источник энергии, которым я питаюсь, выходя на сцену, разучивая какие-то композиции музыкальные, осваиваю какие-то новые для себя неизведанные миры, открываю. Потому что в музыке всего семь нот, но сколько волшебства творится в этих семи нотах, это может знать только музыкант. Ну и слушатель, который может воспринимать музыку и слушать, и вдохновляться творчеством композиторов и поэтов, которые делают такие прекрасные шедевры. По итогам фестиваля работы лучших участников входит в музыкальный альманах. Это особый сборник, которым в будущем смогут пользоваться и другие конкурсанты. По решению жюри в первый музыкальный альбом вошли 22 композиции. Полина Прокопенко, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». Славянский кинофорум «Золотой Витязь» в этом году отмечает юбилей. Уже на протяжении 30 лет творческая программа этого фестиваля обращает нас к главным духовным ценностям и нравственным идеалам. Форум искусств успешно сохраняет народные традиции и передает их из поколения в поколение. Международный кинофорум «Золотой Витязь» существует с 1992 года и уже много лет объединяет тех людей, кому небезразлична история и вековые традиции славянских народов. Форум искусств также включает в себя лучшие достижения национального творчества. Это театр, кино, литература, музыка и изобразительное искусство. Оргкомитет форума «Золотой Витязь» представляют народные артисты России, председатели Союза писателей, художники и драматурги. Вместе они работают над программой по развитию национального киноискусства. Продержаться 30 лет в очень тяжелых условиях, сделать девиз этого фестиваля, связанный с нравственной чистотой, с продолжением, так сказать, нравственных ценностей, которые присущи православному христианскому миру, на сегодняшний день это вещь, я бы даже сказал, рискованная. Фестиваль духовно-нравственного кино проводился в России, Украине, Белоруссии, Приднестровье и других странах ближнего зарубежья. За время работы «Золотого Витязя» принять участие в нем смогли десятки тысяч деятелей культуры и искусства более чем из 60 стран мира. Особую поддержку Славянскому форуму искусств «Золотой Витязь» оказывают также представители Русской Православной Церкви. В организации Международного литературного форума ежегодно участвует издательский церковный совет. Одним из почетных попечителей «Золотого Витязя» является патриарх московский и всея Руси Кирилл. В начале 90-х годов, когда только возникла идея создания фестиваля «Золотой Витязь», я ее сразу поддержал. Конечно, тогда никто не мог предположить, с какими трудностями придется столкнуться Николаю Петровичу Бурляеву, который и придумал этот фестиваль вместе со своими единомышленниками. Самому факту появления такого кинофестиваля, самой его идеей оказывалась, к сожалению, сопротивлением. И Церковь по мере сил старалась содействовать становлению этого фестиваля и преодолеть это сопротивление. 30-й юбилейный международный кинофорум «Золотой Витязь» готовит для зрителей и участников большую увлекательную программу. На конкурс свои заявки уже отправили режиссеры, любители кино, а также студенты-кинематографисты из 19 стран мира. Лучшие материалы будут представлены на праздничном открытии форума в Севастополе, а их авторы получат ценные призы от жюри «Золотого Витязя». О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собака.яндекс.ру. До новых встреч и до свидания!